Привет всем, друзья! Очень рада, что вы нашли в себе моральные силы, время и мотивацию открыть это видео. Ребята, спасибо вам огромное! Очень прошу у вас лайк авансом, комментарий. Я это правда очень-очень ценю, мне это нужно. Сегодня говорим о новинках моей парфюмерной коллекции. Для тех, кто в надежде, что у меня будет селективная парфюмерия, что-то такое очень изысканное, с ароматом земли и грязи из-под ногтей, вот как бы нет. Нет, я человек простой, я не дошла до того уровня восприятия, я не парф, блогер, да, я не специалист. Я не дошла до того уровня восприятия, когда я могу наслаждаться вот этими сложно сочиненными ароматами. Нет, я человек простой. Покажу, что у меня появилось, чем я пользуюсь. Я вот за последнее время, наверное, последние, ну, полгода, нет, может быть, чуть больше, да, покажу. Итак, я начну с менее любимого аромата, который я, честно говоря, просто добиваю. Это аромат Мия от Интимиссими. Если вы когда-нибудь покупали там белье, вы знаете, что от вас никто не отстанет, пока вы на кассе не понюхаете все их ароматы. Можно я буду говорить, понюхайте, а не послушайте, потому что, ну, я понимаю, что правильно говорить, послушайте, ибо там ноты, бла-бла-бла, но медик во мне противится, да, потому что есть органы восприятия, и давайте все называть своими именами. Пока вы не понюхаете, не протестируете все ароматы, никто от вас не отстанет. И из всех мне очень понравился аромат Мия, когда я была в магазине. Он легкий, он нежный. Я пропишу вот здесь, если найду пирамиду этого аромата. У него еще была такая веревочка здесь, очень такой изящный флакон, все дела. В чем его проблема? Он совершенно нестойкий. То есть, когда вы утром наносите парфюм на тело, вы рассчитываете, что он, ну, хотя бы некоторое время будет, да, на вас держаться, а не так, что вы сели в маршрутку или в метро, и все, и уже от вас ничем не пахнет. Я не говорю, что вы должны благоухать на весь вагон. Нет, но хоть как-то парфюм на вас должен держаться. Этот не держится от слова совсем. Я его добиваю, я его ношу на репетиции тогда, когда от меня лучше бы вообще ничем не пахло. Ну, я вот пшикаю и такая, а, вроде на мне что-то там было. Будьте внимательны с ароматами интимиссии. Например, аромат номер три. У них есть очень популярный. Это такой другой флакон с корсетиком тоже нарисованным. Он очень неоднозначный, крутой, сложно звучит во флаконе и на блоттере бумажном. Но на теле это просто мерзость. Наносите на себя. Все, что на блоттере будет, ну, это будет недостоверно. Так что Мия, ну, знаете, у меня парфюмерные ошибки, это большая часть вообще моей парфюмерной коллекции. Я гораздо чаще ошибаюсь, чем выбираю что-то реально достойное, что-то реально интересное. И, ну, не знаю, мне кажется, это нормально. Следующее, что я сейчас не ношу, потому что у нас еще как бы тепло, но на самом деле сейчас будет холодать. И я вернусь к этому аромату. Аромат называется Pure Mask. Ну, маска от слова мускус, да, но читается маск, если я правильно понимаю. Бренд, ненавижу, ненавижу это название, потому что мне сложно произносить. Но, как я понимаю, это Нарси Со. Не Нарси Ко, как меня поправляли в комментариях, а Нарси Со Родригес. Это чистый мускус. Это базовый аромат, фишка этой коллекции в том, что вы можете миксовать. То есть вы, допустим, покупаете вот этот вот, да, белый, и можете миксовать его белый с розовым, там, еще, еще, еще. То есть вы можете создавать свой аромат. Так, это чистый мускус. Для меня это запах секса, абсолютный. Вот, я не могу. Я сейчас, если начну краснеть, не удивляйтесь, потому что, ну, этот запах будоражит какие-то мысли в голове. Этот аромат, ну, как по мне, не должен носиться днем. Я, ну, я выпишу, но я не смогу вам обрисовать вот сама, да, вот, закрывая глаза, что я вычленяю в этом аромате. Когда мне в какой-то коробочке попалась миниатюрка этого аромата, и я просто грезила им. Я сходила с ума, но он дорогой. Ну, как по мне, но сейчас весь парфюм дорогой. Вы вообще видели цены на парфюмы, я? Ну, как бы, очень дорого. И, значит, я очень его хотела. И в какой-то день я случайно захожу на сайт Ревгош. Такое случается. И я смотрю, что на него скидка. Я его купила за 2,5 тысячи рублей. Сколько здесь миллилитров? 30 миллилитров. Посмотрите, просто цены. Я супер выгодно его купила. И я его взяла. Я не могу его носить днем, потому что мне кажется, что от меня просто прет похотью какой-то. Но мне это нравится. Ну, аромат нравится, найдем не на что. Все спрашивают, что на мне. Все интересуются. Я не могу сказать, что я замечаю реакцию там мужчин. Нет, но женщины все спрашивают, что это такое, что это такое. Да. Вот. Поэтому просто хотя бы протестируйте. Тестируйте на коже тоже. На блоттере не то. На блоттере не то. На коже классно. И на коже он раскрывается. Ну, они все раскрываются. Но это просто надо вот потестировать. Попробуйте. Я не мешаю его ни с чем. Мне его и не с чем мешать. Мне и так хорошо. Вот. Стильная, красивая штучка. В целом довольна. Два аромата. Буду рассказывать о них. Покажу вот так вот. Два аромата от Evroche. У них была акция. Вот эти два аромата. Стоили 2400 рублей. То есть по 1200 каждый. Здесь 30 миллилитров. Мне нравится лаконичная упаковка. И она подлежит вторичной переработке полностью. То есть, ну, молодцы. И Evroche в этом плане, ну, мне нравится. Мне нравятся и эти бумажные пакеты. У тех брендов, у кого они есть, да, картонные. Которые легко потом перерабатываются. Или просто разрушаются, да, разлагаются. И вообще, мне кажется, это классно. И вот, два аромата. У меня самые легкие из представленной линейки. Я не любитель, знаете, когда это аромат сахарной ваты, политой карамелью, засыпанной, я не знаю, там, кокосовой стружкой. Мне тяжко от таких ароматов. Я люблю фруктовые, но когда это тропические фрукты, когда это что-то легкое. Вот, кстати, о тропических фруктах. Tropical Tentation, наверное. Аромат с очень сильным нотой, точнее, сильной асмантуса. Вот кто знает, как звучит эта нота. Мне очень нравится. У меня, когда я вдыхаю этот аромат, рот наполняется слюной. Это, знаете, аромат сочных тропических фруктов. Или когда вы, ну, я не знаю, там, очень хотели пить и пьете не воду, а, например, какой-то вкусный апельсиновый сок. И, знаете, у вас не только он жажду удаляет, но вы вот просто все ваши рецепторы аж пищат от кайфа. Вот у меня почему-то какие-то такие мысли в голове. Классный, классный. Он менее стойкий почему-то, чем его собрат. Это Garden Party с розой. Здесь правильная нота розы, которую я люблю. Розы бывают разные. Бывает аромат забродивших лепестков, кисловатые розы. А есть классный аромат розы. Вот тут классный. Да. И он сегодня на мне. Я, видите, сейчас сегодня в розовеньком. И что-то мне прям так захотелось. В чем плюс этих ароматов? Поливаться можно просто вот так, как я. Потому что у них легкий аромат. Они как будто недоконцентрированы по ощущениям. Вот этот более стойкий, то есть Garden более стойкий, чем Tropical. Но протестировать нужно, конечно, все. Мне вот эти нравятся. Если вы любите свежие, звенящие легкие ароматы, то вот из всей линейки вот эти два самые классные. Вот. Я надеюсь, что я прописываю вам здесь пирамиду. Не ленюсь это делать. Хотя могу просто запамятовать. Ну, прикольно. Мне нравится. Но не покупайте большой объем. Вот этих 30-миллилитровых просто за глаза. Серьезно. Мне кажется, будет достаточно. То, чем пользуюсь. Но я отношу это к новинкам, потому что я летом как-то что-то забыла про этот аромат. И сейчас к нему вернулась. Chanel Chance, зеленая версия. Мой первый парфюм из Франции, который ко мне приехал. Аромат невероятный. Стойкость колоссальнейшая. Кто не... Вот серьезно, ребята, это нужно протестировать. Причем ни желтая, ни розовая версия этого аромата не вызывает во мне вообще никаких эмоций. А это, ну, прям моя любовь. У меня здесь 100 миллилитров. Спасибо, Илюша, привез мне. Если говорить о разнице между теми ароматами Chanel, которые у нас продаются, и вот этим. Небо и земля. Прямо специально ходила, тестировала. Они другие. Они несколько иначе пахнут. Я не знаю, не задавайте мне вопрос. Точнее, если вы знаете, напишите, почему ароматы в L'Etoile отличаются от ароматов, привезенных за границы парфюмов. Почему? Ну, не только L'Etoile. Все. Все они там. Вот. Так что очень классный аромат. Опять-таки свежий, легкий. И... Ну, вот на самом деле как? Неправильно говорю. Вот этот аромат, это баланс. Это идеально найденный баланс между и сладостью, и сложностью, и какими-то нотами, и звенящей легкостью. Вот для меня это прям пушка. Да, люблю его. И аромат от Moschino. Моя новиночка. So Real. Совсем недавно был приобретен. Пион, ребята. Давайте так. Начну историю от Матфея. Смотрите, какая ситуация. Я очень люблю ноту пиона. Очень люблю. И у бренда Ивраше раньше был аромат, такой вытянутый флакончик розовый с ароматом пиона. Этот пион ненавидели все мои знакомые. Все. Кто... Меня дядя в машину не сажал, говорит, ты воняешь этим пионом. А я прям дурела, как мне нравится. Но у меня есть, знаете, ароматы, типа ландыш мне нравятся. Ну, не ландыш серебристый, а вот хорошая эта нота ландыша. И пион мне очень нравится. До дрожи. Я не знаю, в чем дело. Вот. Ирис мне еще нравится. И, значит, я когда чувствую где-то ноту пиона, я прям... Ах, да, мурашечки бегут по спине и ниже. И что вы думаете? Вот такой аромат Саурил. Когда он в одно время его темпиарили усиленно, он был во всех журналах, пробники лежали, везде, во всех коробочках красоты. И этот аромат нам втюхивали усиленно. И он мне запал в душу. И я прям думала о нем. И я помнила о нем. И я выжидала момент, когда у меня появятся деньги, и я его куплю, потому что я его очень хотела. И когда я его покупала, я его даже не тестировала. То есть у меня в голове эта мысль была, что он мне нужен. Я его даже не тестировала. Когда я пришла домой, я такая, да, мне вот это нравилось. Ну ладно, хорошо, буду носить. На самом деле он мне все равно нравится. Но сейчас, видимо, восприятие немножечко мое поменялось тоже. Мне хотелось бы, чтобы... Ну вот уже не знаю, как это объяснить. Хрусткость была в этом аромате. Этот аромат слишком легкий. И я в нем немножко чувствую мыльность какую-то. Не знаю. Не знаю. Я прописала, наверное, для вас пирамиду. Стойкость у аромата такая же, как и у всех ароматов москина. Вы знаете, что мой любимый Love Love. И надо было брать Айла Флав. А я что-то... Ну, я его просто хотела. Это, знаете, это нужно было... Эту потребность закрыть базовую. Вот. Я его очень хотела. Ну, я его, честно, ношу по случаю. Потому что меня он почему-то немножко сейчас душит. Я не знаю, в чем дело. Возможно, это временная какая-то моя история. Возможно, я сейчас слишком чувствительная. Не знаю. Сам аромат неплох. Кто любит цветочные, обратите на него внимание. Он нетривиальный. Но... Ну, вот сейчас... Ну, как вам сказать? Странное у меня к нему отношение. Как-то оно несколько поменялось. Очень у вас прошу совета. Пожалуйста, понакидайте мне вариантов, ароматов, которые вам нравятся. Что-то, чтобы я, допустим, себе взяла на заметку или просто пришла в магазин, открыла ваши комментарии, прямо пошла и потестировала то, что вы мне советуете. Я попробую описать. Мне нравится, допустим, «Армант Баси» «Ин Ред». Мне нравится «Ле Паркинзо». Мне нравится «Маскина» «Айлафлав». Мне нравится «Дольче Габана» «Лайт Блю». То есть, вот такие вот легкие ароматы с фруктовой ноткой. Я люблю и цитрусовую нотку. Посоветуйте что-нибудь, потому что я прихожу в магазин, и я просто теряюсь. Если находится какой-нибудь консультант, который на меня насаживается, а обычно это консультант бренда. Например, меня очень любят ланкомовцы. Я не знаю, что во мне такого, но прям в любом магазине, куда я не зайду, а, ну это не во мне дело, это просто их, наверное, так тренируют, но ланкомовцы прямо на меня наседают. А я не люблю ланком. Мне их ароматы, они очень нравятся моей маме. Моя мама обожает ланком. Я ей говорю, «Мне нет, это не мое». И я протестирую из вежливости пару ароматов, и я понимаю, что все, у меня замыливается обоняние, ничего не понимаю, и все, и ухожу ни с чем. Поэтому посоветуйте мне что-то, что любите вы. Тот аромат, который, ну вот прямо запал в душу, и если бы не было больше там никакого, допустим, вообще никаких, вот точнее, все закончилось, что бы вы купили из проверенных таких боевых товарищей. Правда, очень нужно, правда, очень важно. Желательно из среднего ценового сегмента, а не там что-то такое безумное. Да, люблю вас. Я желаю вам благоухать. Я желаю, чтобы аромат вашей кожи и ваших волос, не важно, пользовались вы парфюмом, не пользовались, вызывал у вашего любимого человека желание просто вас обнять, прижать к себе и согревать своим теплом. А если этого любимого человека пока нет, то пускай ваш прекрасный аромат привлечет того самого или ту самую, которую вы хотите, о которой вы грезите, возможно, вчера читала, что аромат это визитная карточка женщины, что-то такое, без аромата женщина анонимна. И я сначала думаю, что за хрень вообще ванильная цитатка из ВКонтакте, а потом думаю, ну в этом же есть смысл. Я же, когда выхожу из дома каждый день, я наношу на себя парфюм, исходя из моего настроения и своим парфюмом я уже заявляю, то есть я сегодня какая-то томная кисуля и на мне вот этот мускус, или я сегодня легкая, звенящая, готовая работать в театре, пахать с каким-то легким ароматом. То есть это же действительно мой мини-микроманифест такой для мира, да, я всем заявляю, я сегодня такая. вот, поэтому знаете, что я люблю вас? Перестала почему-то это говорить, но от того, что я перестала это говорить, это не значит, что-то поменялось. Мои подписчики самые лучшие, я рада тем, кто к нам приходит, я рада тем, кто со мной остается, я рада тем, кто давно не смотрел видео, а сейчас пришел такой, о, а где, где наша Ксюша, которая тогда была два года назад? Я всем рада, правда, мне, для меня это показатель, мне кажется, на канале нет случайных людей, но вот у меня такое ощущение, да. Спасибо вам большое, пускай у вас все будет хорошо, люблю вас, игорь. Пускался тебе с небес, когда на юг улетали птицы, он хотел только одного, навсегда в тебе. Спасибо.